приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волкой данное видео я вам хочу показать и рассказать как связать вот такие вот очень-очень теплые и удобные мужские тапочки носочки следочки то есть по-разному их называют то есть вот таким вот образом они выглядят эти тапочки они очень удобные за счет того что у них идет сплошная подошва то есть вот так вот выглядит подошва она без швов то есть вяжется данные тапочки можно сказать на двух спицах я буду вязать на круговых но так они вот считается что как бы на двух спицах вяжется то есть сзади идет вот такой вот шок шовчик то есть вот швы у меня здесь то есть очень-очень удобные тапочки в носке скоро у нас уже будет праздник 23 февраля я думаю что это будет идеальный замечательный подарок для ваших любимых мужчин чтобы они не мерзли и соответственно не болели значит что касается размеров я вам хочу сказать то есть данные тапочки выполнены примерно на размер 43 то есть нужно учитывать тот факт что все-таки вязаное полотно в процессе носки она немножко подтягивается и я бы так сказала садится именно вот по фигуре или по ноге вот как в данной ситуации значит что касается размеров у меня длина около 28 сантиметров подошвы ширина данной подошвы где-то 9 сантиметров то есть вот таким вот образом она выглядит общая длина у меня самого тапочка носочка в пределах 31 сантиметров то есть это вот в таком вот виде у меня выглядит ширина именно самого вот этого тапочка в районе 12 сантиметров и длина вот верхней части сейчас я вам скажу точно длина верхней части у меня 23 сантиметра то есть естественно верхнюю часть вы уже можете регулировать самостоятельно и делать ее при необходимости чуть выше то есть это уже как вам нужно будет вверху у меня получилось 16 сантиметров вот здесь вот 16 сантиметров вот такие вот получились тапочки которые я вам сегодня покажу как я их вязала и так начинаем и так для работы вам понадобится пряжа двух разных оттенков то есть в моем случае я взяла пряжа зимний вариант это наша отечественная пряжа из пихорской фабрики пряжа с достаточно большим содержанием шерсти то есть у нее в составе идет 95 процентов шерсти 5 процентов ли акрил то есть небольшое буквально содержание акрила пряжа толстенькая 100 метров на 100 грамм то есть я принципе специально подобрала такую пряжу чтобы тапочки получились тепленькими и плотненькими то есть я взяла 2 моточка это пряжи коричневого цвета цвет если мало ли вдруг кому нужно будет это 416 светло-коричневый 2 моточка потому что все таки метраж не очень большой и один моточек у меня к сожалению не осталось номера цвета это вот голубого цвета то есть вот такое вот я хочу сочетание то есть основное то у меня будет коричневый и голубой это будет на отдел очку у меня вот этот вот цвет вы в свою очередь в принципе можете подобрать взять абсолютно любую пряжу с метражом 100 метров на 100 грамм принципе это очень распространенный вид пряжи поэтому я думаю что вы без проблем что-либо да подберете магазине также я взяла моточек пряжи тоненькую тоненький вот такой вот акрил это у меня пряжа акация троицкой фабрики то есть я буду добавлять вот этот именно эту тоненькую пряжу на низ на подошву то есть она хорошо подходит коричневому цвету таким вот образом я это буду делать для того чтобы подошва была все-таки более такая плотненькая потому что здесь большое содержание шерсти чтобы тапочки быстро не протоптались то есть я добавлю вот такой вот тоненький акрильчик то есть это значит характеристика я сейчас скажу стопроцентный акрил 50 грамм 250 метров цвет это молочный шоколад 1253 то есть в общей сложности я так планирую в принципе вот в этих 4 моточка уложиться в тапочки также вам понадобятся спицы спицы у меня моей ситуации номер четыре с половиной круговые спицы на 80 сантиметров я все-таки рекомендую для вязания данных тапочек круговые именно спицы не потому что хоть я и не буду вязать по кругу но по специфике работы по специфике вязания все-таки на прямых спицах вам будет сложно работать я бы так даже сказала что практически невозможно будет на прямых спицах работать то есть вот на леске на 80 сантиметров вот как раз круговые спицы очень даже хорошо будет удобно с ними работать и также вам понадобится крючочек это просто для поднятия там петелек для вытягивания петелек то есть это она необходимо будет но и конечно же в принципе можно запастись маркерами то есть они никогда лишними в работе не бывают итак начинаем и так для начала работы я связала один тапочек для того чтобы вам более наглядно показывать каким образом я буду работать то есть вот у меня вот таким вот образом он этот тапочек получился от одного моточка коричневой пряжи у меня остался вот буквально вот такой вот моточек пряжи поэтому принципе так думаю что в тот именно в то количество пряжи что я вам сказала мы уложимся итак начинать работу я буду связание вот такой вот стильки то есть вот таким вот образом вот будет вязаться полотно то есть для чего я набрала на спицы номер четыре с половиной как вам говорила 15 петель при этом я вижу в 2 ниточки то есть это у меня 1 вот акриловая ниточка для того чтобы именно подошва была немножко покрепче и и основная вот нить коричневого цвета то есть еще раз напоминаю 15 петель я набрала после чего я начинаю вязать платочная вязкой платочная вязка если кто-то не знает это когда и в лицевом и в изнаночном ряду вяжутся только лицевые петли то есть я снимаю кромочную петельку первые вот таким вот образом и далее начиная провязывать одни лицевые петли то есть вот первую кромочную я сняла далее я провязываю 13 лицевых петелек 13 и последняя кромочная и провязываю изнаночной петли то есть вот у меня получилось таким вот образом это я провязала первый ряд следующий ряд я также провязываю все петли лицевыми то есть я снимаю кромочную петельку и следующие 13 рядов я провязываю все петельки лицевые кромочная изнаночная то есть вот я провязала 2 ряда в результате чего у меня получается вот такие вот именно типа полосочек получается то есть и далее я буду вязать по такому же принципу то есть только одни лицевые петли провязывая в общей сложности я буду вязать на длину 38 вот вот таких вот полосочек вот таких вот 38 что соответствует примерно 76 рядов то есть вот 38 вот таких вот полосочек я провяжу вот такую вот именно подошву но опять же вы должны длину это подошву регулировать по длине стельки то есть непосредственно ноги то есть эти тапочки я буду вязать примерно на 43 размер нужно учитывать тот факт что платочная вязка еще немножко она в процессе носки она подтянется и именно под вытянется по длине ноги то есть я посчитала что мне 38 вот таких вот полосочек будет достаточно или 76 рядов необходимо провязать то есть я это все сделал за кадром и покажу вам уже как в дальнейшем что мы будем вязать итак я провязала в общей сложности 38 вот таких вот получается у меня полосочек и или 76 рядов то есть вот у меня получилось вот такая вот стелька значит в ширину она у меня получилось я вам сейчас скажу 10 сантиметров где-то примерно и и в длину она у меня получилось где-то 27 но опять же нужно учитывать тот факт что платочная вязка она достаточно сильно вытягивается то есть где-то 28 сантиметров у меня получилось то есть еще небольшой здесь остался зазорчик это если в процессе носки она еще подтянется данная подошва и далее что мне необходимо будет сделать это я закрываю вот эти вот все петли закрываю обычным способом таким вот образом я эти все петельки закрываю итак вот я уже практически закрыла все петельки то есть вот у меня остается последние вот это вот я закрываю делаю закрытие я беру пряжу другого цвета то есть моем случае это голубого цвета пряжа и вот таким вот образом закрываю делаю закрытие и теперь далее я буду вязать это у меня уже получается вот вот этот вот ряд голубым цветом то есть я буду вязать голубым цветом я буду набирать петлю набирать петли я буду вот таким вот образом вот так вот по кругу почему я и говорила что брать вот такие вот круговые спицы будет поудобнее на них работать чем на прямых на прямых у вас так не получится вязать то есть каким образом я буду делать набор петель то есть я беру крючочек и и вот в боковую вот эту вот петельку вот таким вот образом я делаю набор то есть каждую боковую вот эту петельку я протягиваю вот петлю вот таким вот образом и так я вот уже практически по этой стороне набрала все петли то есть вот у меня получилось вот таким вот образом всего по вот этой вот стороне я набрала 38 петель и далее я буду набирать петли вот по этой центральной полосе для чего я вот так вот вытаскиваю спицу потому что так просто будет поудобнее и вот по этой стороне я набираю в общей сложности 14 петель то есть вот точно так же боковые вот сюда вот завожу крючочек и набираю 14 петель и так я уже практически набрала вот эти вот петли петель копили проверяем у меня должно быть 14 петель на 13 вот 14 то есть по этой стороне я набрала 14 петель далее опять же я вытаскиваю вот таким вот образом спицу вот это вот вытащила и делаю набор петель теперь по этой стороне то есть делаю набор петель по такому же принципу как я и здесь набирала эти петли то есть всего у меня до конца здесь должно быть 38 петель то есть я беру синюю вот эту ниточку и вот таким вот образом делаю набор вот так вот и так вот я набрала 38 петель по этой стороне то есть у меня теперь выглядит все вот таким вот образом и далее что мне необходимо будет сделать это сделать набор 7 петель то есть как я это делаю я вот делаю типа вот такой вот петельку и накидываю ее на спицу вот вот таким вот образом я сделала набор 7 петель вот они у меня 7 петель у далее я поворачиваю работу и начинаю ее вязать платочная также вязкой то есть обычные лицевые петельки провязываю то есть начале вот этих вот 7 петель которые я делала набор вот я провязала 7 петель к далее я просто начинаю вязать по кругу все петли лицевые то есть вот таким вот образом все петли лицевые я их буду провязывать вот получается до конца ряда то есть вот вот до сюда я провязываю все петельки лицевые и так вот я практически довязала до конца ряда то есть у меня получается вот таким вот образом вот я довязала до конца ряда здесь я фиксирую завязываю вот этот вот кусочек ниточки чтобы она никуда у меня не делась таким вот образом и далее довязав до конца ряда я также с этой стороны делаю набор 7 петель вот я сделала набор 7 петель и теперь я буду вязать следующий ряд то есть вот у меня получилось вот таким вот образом после провязывания первого ряда значит и и теперь я буду вязать пряжи коричневого цвета то есть следующий у меня будет ряд это получается вот этот вот ряд я начинаю вывязывать ленивый жаккард то есть вяжется он легко не сложно но в изделиях смотрится красиво интересно то есть для чего я меняю пряжу то есть теперь я беру пряжу коричневого цвета то есть вот таким вот образом здесь делаю как бы по свободнее чтобы потом как под вытянется же ничего вас не тянуло то есть вот так вот по слову более свободную сделаю делаю петельку и провязываю следующим образом 1 кромочная у меня провязывается далее я провязываю 3 лицевые петельки вот 3 лицевые петельки я провязала следующую я снимаю не провязываю нить у меня за работой далее я опять же провязываю 3 лицевые петельки 3 лицевые вот я их провязала 3 лицевые следующие снимаю петлю не провязывая нить вין 1 работы и таким вот образом я довязываю уже до конца ряда то есть 3 лицевые петельки четвертую я снимаю не провязывая и так вот я практически уже довязала до конца ряда вот у меня получается таким вот образом так в конце ряда у меня 2 лицевые петельки и кромочная изнаночная то есть вот у меня получилось вот таким вот образом то есть весь ряд я провязала чередуя 3 лицевые петельки 1 снимала не провязывая далее я вяжу следующий четный ряд вижу также коричневой пряжи то есть я снимаю первую кромочную петельку и далее вяжу следующим образом то есть вот у меня идут две петли коричневого цвета то есть я их провязываю лицевой лицевыми петельками вот таким вот образом петельку которую я снимала в предыдущем ряду я точно также ее снимаю только единственно что теперь нить у меня перед работой далее опять же провязываю 3 лицевые петельки следующую петлю я снимаю нить перед работой и таким вот образом я провязываю до конца ряда и так вот я довязала до конца ряда получается вот изнаночный ряд у меня провязан с лицевой стороны это выглядит вот таким вот образом вот так вот это все выглядит и теперь далее я буду вязать следующий ряд вот он у меня будет идти опять же синеньким цветом голубой пряжи вот этой вот я буду вязать вязать буду по такому же ровно принципу как я вязала и вот коричневый вот этот вот ряд то есть чередуя 3 лицевые петельки и одну буду снимать но единственно что теперь я это все буду делать в шахматном порядке для начала вот я снимаю фиксирую вот провязываю первую кромочную петельку далее вот у меня идут 3 петли то есть из которых я провязываю первую лицевую петельку петля которая у меня 2 посерединке я ее снимаю не провязывая нить у меня перед работой далее я провязываю следующие 3 петли вот таким вот образом следующую я снимаю петлю не провязывая опять же 3 петли провязала следующую я снимаю не вот вот таким вот образом я провязываю принцип абсолютно такой же как вот я вязала два ряда ряда коричневой пряжи то есть по такому же ровно принципу я довязываю до конца ряда вот так вот я буду провязывать и провязываю следующий изнаночный ряд то есть соответственно 3 лицевые петельки и петля которую я снимала в предыдущем ряду я ее также буду снимать не провязывая единственно что нить будет перед работой и так я провязала весь ряд вот синие пряжи также провязала изнаночный ряд связала по такому же принципу как я вам и сказала у меня получилось первые 4 петельки с изнаночного ряда я провязала лицевыми петлями следующую есть не ланить перед работой и далее до конца ряда я провязывала чередуя 3 лицевые и одну петельку снимала то есть с лицевой стороны вот у меня выглядит все вот таким вот образом далее я начинаю вязать пряжи коричневого цвета то есть вы начинаете повторять узор вот именно с первого ряда где вязала коричневой вот этой вот пряжей со смещением шахматном порядке но я так думаю что здесь уже это понятно в общей сложности у меня получается что я должна выполнить три ряда вот вот этих вот именно коричневой пряжи то есть первый ряд мы уже с вами провязали поэтому еще остается провязать два ряда и далее провязать следующий ряд вот он у меня получается синим цветом то есть в общей сложности как вы поняли должно быть четыре ряда синим цветом то есть вот два ряда у меня провязана еще два осталось и 2 и 3 ряда коричневым цветом то есть все это я провяжу за кадром то есть вот этот весь участок работы и покажу вам далее как я буду работать и и каким образом я буду уже вывязывать непосредственно вот эту вот верхнюю часть данного тапочка и так я провязала в общей сложности у меня получилось 4 до голубой пряжи то есть так же как и и в первом тапочки и 3 ряда провязала коричневой пряжи то есть вот у меня получилось вот таким вот образом после чего я провязала коричневой пряжи вот у меня вот этот вот крайний ряд 46 петель вот здесь вот у меня 46 петель и теперь я буду вывязывать вот эту вот центральную часть тапочка то есть вот таким вот образом это центральная часть она выглядит вот но у меня вот так вот то есть как я это буду делать то есть как я уже и сказала первые 46 петель я провязала обычные вот этой резинкой 2 на 2 то есть это чередование 2 лицевые 2 изнаночные петли то есть потом это будет у меня вязаться вот это вот верхняя резиночка вот я провязала 46 петель и теперь вот у меня получается центральный вот эти вот центральной петельки в общей сложности 13 петель которые я буду вязать теперь и и вот вот этот вот участок я буду вязать то есть каким образом я это делаю вязать я буду только коричневой пряжи то есть я провязываю 13 петель лицевые все петельки так 12 вот у меня 13 петелька вот она у меня то есть я ее провязываю каким образом я ее провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево то есть вот таким вот образом вот я провязала 2 петельки вместе лицевые далее я поворачиваю работу так вот и начинаю вязать следующий ряд то есть в общей сложности у меня будет также 13 петель то есть я снимаю кромочную петельку провязываю 11 петель все петли лицевые 11 петель лицевые на вот 11 петель и последнюю вот эту петельку она получается у меня 13 вместе если считать кромочную петлю я провязываю 2 вместе со следующей петелькой изнаночной вот таким вот образом я провязала далее я опять поворачиваю данную работу и вижу вот получается до предпоследней петельки все петли лицевые то есть вот я сняла провязываю 11 петель вот 11 провязала и последнюю петельку я провязываю 2 вместе вот со следующей петлю лицевой вот так вот провязала опять же повернула изделие кромочную снимаю следующие 11 петель я провязываю все петельки лицевые вот 11 последняя петелька у меня остается я ее провязываю 2 вместе со следующей петлей изнаночной петелькой вот вот таким вот образом то есть таким образом я буду вязать и далее то есть как вы видите у меня получается что я вижу только центральную часть данного тапочка при этом я делаю убавление в конце каждого ряда по одной петельки то есть в общей сложности вот на такой вот участок мне нужно провязать это у меня будет 28 получается вот таких вот рядов то есть таких полосочек что соответствует 56 рядов то есть я провязываю 56 рядов по принципу как я вам сказала то есть провязывая последнюю петельку 2 вместе с последующей петлей то есть вот довязываю до этого участка то есть весь этот период я буду вязать только коричневой пряжей и далее я вам покажу как я буду далее вязать и так я провязала в общей сложности 56 рядов то есть вот здесь вот у меня получается что соответствует 28 вот таким вот полосочкам так как я вязала платочной вязкой обязательно проверяем у вас должно быть одинаковое количество рядов провязано как на одном тапочки точно также вас должно быть такое же количество вот 10 провязанное на втором тапочки то есть я проверила у меня все правильно то есть закончила я вязать получается вот таким вот образом то есть я провязала последний вот изнаночный вот этот вот ряд и теперь мне необходимо провязать данный ряд вот так вот до конца вязать я буду резинкой 2 на 2 то есть я в данной ситуации смотрю на какой петельки у меня закончилось вязание вот непосредственно на вот этой спицы потому что нужно учитывать тот факт что если вы будете вязать вдруг данной тапочки немножко другого размера то есть тогда получается может быть то что вы и больше или меньшее количество вот здесь вот рядов провяжите поэтому вот я смотрю данной ситуации но у меня закончилась на одной лицевой петли то есть вот она у меня лицевая петелька поэтому далее я снимаю вот эту вот одну петельку она у меня будет 2 лицевой петелькой и далее я вижу по рисунку то есть это у меня будет резинка 2 на 2 то есть далее у меня идет 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и таким вот образом я довязываю до конца ряда то есть вот у меня 2 изнаночные 2 лицевые вот здесь вот и далее до конца ряда я продолжаю вязать и 2 лицевые вот у меня заканчивается ряд кромочные изнаночными то есть всего в общей сложности у меня сейчас на данный момент 48 петель у меня сейчас на спицы далее я поворачиваю вот так вот работу и теперь я буду вязать обычной резиночкой 2 на 2 то есть до конца ряда я провязываю резинку свяжу по рисунку чередуя 2 изнаночные и 2 лицевые петельки так вот я практически довязала изнаночный ряд то есть вот у меня получается далее резиночка по такому же принципу резиночкой 2 на 2 я провязывать буду в общей сложности 18 рядов то есть 18 рядов это начиная вот этот игру голубой петельки опять же вы например можете взять и чуть-чуть побольше провязать если вам например нужно чтобы вверх был немножко по длине и но в принципе такая длина она тоже как бы неплохая то есть после того как я провяжу 18 рядов вот здесь вот я буду вязать ленивым жаккардом по принципу абсолютно такому же как я провязывала вот вот этот вот участок то есть вот я провяжу голубой ниточкой ряд и далее у меня пойдет ленивый жаккард чередование соответственно общей сложности у меня будет четыре вот в таких вот коричневых повторов и 5 получается вот с конечной вот этой вот полосочкой это голубой цвет у меня будет после чего я провяжу 4 ряда обычной платочной вязкой еще коричневого цвета и закрою вот эти вот все петельки опять же при закрытии данных петелек нужно учитывать тот факт и и лучше сделать замеры примерно ширины ноги на котором уровне у вас будет этот тапочек чтоб не получилось что вы при закрытии здесь этот верхний слой сильно затяните и потом вас просто не влезет нога то есть вы когда будете закрывать прежде чем соответственно потом сшивать заднюю часть я покажу каким образом я это буду делать то есть лучше вот как бы обвернуть вокруг ноги вот эту вот верхнюю часть и посмотреть чтобы нога спокойно туда проходила потому что может быть и такая ситуация что вы все свяжете сошлете окажется что здесь немножко маловато то есть вот таким вот образом далее я буду работать за кадром то есть я довяжу уже второй вот этот вот тапочек по принципу 1 тапочка и покажу вам каким образом я сшивала вот здесь вот все то есть вот у меня сзади все это вот так вот выглядит то есть я это вам еще покажу дополнительно и так я уже довязала практически данный тапочек то есть вот таким вот образом вот он у меня выглядит все у вас должно соответствовать второму тапочку то есть быть одинаковое количество петелей как резинки и соответственно этих вот ленивого жаккард так далее которым я вязала то есть вот у меня все соответствует соответствует получилось вот таким вот образом я 18 рядов провязала резинка два на два потом соответственно такой вот у меня идет ленивый жаккард и и 4 рядочка я провязала платочная вязкой то есть это в каждом ряду вязEL только петли после чего я закрыла вверх обычным способом абсолютно обычным нить я не отрывала то есть вот она у меня это ниточка осталось от коричневого моточка и теперь я вам покажу каким образом я сшивала данные тапочки то есть выворачиваю наизнанку данный тапочек соединяю вот таким вот образом две части вот далее я беру крючочек и просто крючком начинаю соединять то есть вот с боковыми петельками вот я вытягиваю принципе ничего сложного вот таким вот образом я начинаю провязывать вот то есть я соединяю две части обязательно смотрите чтобы у вас не было перекоса никакого то есть вот если вы берете с одной стороны голубенькую петельку то вы с другой стороны должны взять голубенькую петельку то есть не так чтобы вы с одной стороны вы берете коричневую например а с другой вы берете голубую то есть это означает что у вас уже пошел перекос на пришивание изделия то есть вот таким вот образом ничего сложного я сшиваю вот до конца данного ряда и так вот я практически уже дошила получается именно до конца боковую часть данных тапочек то есть вот у меня буквально последний вот этот вот стежочек получается вот я их посоединяю голубую с голубой петелькой вот таким вот образом то есть вот я соединила две части то есть у меня получилось вот так вот далее я беру и ножницы и отрезаю здесь вот эту вот ниточку фиксирую и таким вот образом после чего я беру вот этот вот тапочек и соединяя вот таким вот образом то есть вот этот вот боковой сзади который идет шов он у меня должен быть по серединке именно части которую мы вязали на подошву то есть примерно вот так вот смотрите где серединка фиксируете ниточку с краю коричневым цветом я также буду сшивать вот зафиксировали завязали здесь данную ниточку таким вот образом точно так же сшиваете как и и задний шов то есть вот с одной стороны подцепляете но здесь единственно что уже тут такого конечно нет что голубая с голубой петельку и соединяете вы здесь просто вот вы соединяете подошву и непосредственно верхнюю часть тапочка то есть по принципу точно такому же как и задний шов я соединяла все я соединила вот у меня получился вот такой вот шевчик он будет уметь и на пятки мешаться абсолютно он не будет обрезаю ниточку вот все мы все сделали с тапочкам сшили его то есть теперь он уже у нас можно сказать в окончательном своем внешнем виде единственно что не забываем что потом необходимо будет убрать все ниточки уже окончательный как внешний вид чтобы приводить тапочки то есть вот я вывернула у меня получилось вот таким вот образом вот такой вот шевчик сзади вот здесь соединение и вот там где сшивали подошву с основной частью то есть сама подошва у меня идет без шва то что очень я считаю удобно в процессе носки то есть такой вот получился тапочек единственно что осталось уже как я уже сказала это убрать все ниточки то есть я это все сделаю за кадром дают у тапочки да уже можно сказать своей конечной стадии и покажу вам что у меня получилось и так я уже доделала полностью данные тапочки то есть убрала все ниточки у меня получилось вот таким вот образом они получились очень тепленькие получились удобные комфортные поэтому я так думаю что для вашего мужчины они будут идеальны то есть они ему обязательно понравится значит в процессе работы у меня от трех моточков пряжи осталось вот столько пряжи то есть это от одного голубого моточка и вот столько от двух коричневых мотков то есть я могу сказать что коричневая пряжа она вот буквально впритык у меня пошла то есть совсем немножечко и и осталось то есть вы тоже данный факт учитывайте что есть вы вдруг будете вязать еще на больший размер или например по длине и данные тапочки вы будете вязать то тогда лучше использовать побольше голубой оттенок его но второй цвет который вы будете использовать для того чтобы им именно довязывать чтобы не покупать еще один дополнительный моток пряжи то есть вот это то что у меня осталось и так кому понравилось видео обязательно ставим лайк подписываемся на мой канал чтобы не пропускать дальнейшем интересную полезную информацию делимся видео со своими друзьями может кто-то вас тоже также любит заниматься рукоделием и так до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok димаTorzok димаTorzok димаTorzok